потихоньку двигаем первые пониженная сейчас прошелся расчистил дорогу убрал вот там вот пенёк выкорчевал а тут слева если ехать колея глубокая только на тракторе ездили мне это будет наверное не по силам тихонечко ладно и ручку отключить включается он сейчас вот 2 решил ехать без разведки то есть обычно иду вперед смотрю если где-то что-то незнакомые какие-то места но тут вроде бы ничего вот еду дорога немного под уклон пособирал грибов покажу позднее ну я их уже как бы порезал конечно на на сушку для того чтобы сушить так что покажу уже резанные тут вот на склоне должна быть небольшая речка или ручей вот я почти приехал похожу здесь еще и с металлоискателем даже не знаю какая основная цель с металлоискателем походить или грибов пособирать или даже вот просто поездить не видно стоп дальше не еду останавливаемся пошел разжигать костер услышал сзади что-то зашевелилась обернулся и увидел такую картину автомобиль на ручники на передачу не поставил машину не скатилась назад остановил термос вот такое дело ну если бы не остановил термос остановили бы вот эти деревья что было бы гораздо печальнее так что нужно на это обращать внимание интересный момент между делом накопал вот столько вот грибов минут за пять вот мои шмотки лежат сейчас я их проеду и остановлюсь с усилием приходится нажимать но вес побольше где стал пустые я говорю на педаль на педаль но сейчас надо будет нажимать часто почаще надеешься преработается вот она вся такая ровная дорога царапнул по машине в этой поездке впервые опробовал блокировку надо признать что блокировка помогает в начале когда застрял она ни туда ни сюда блокировка включилась и я спокойно съехал с места расход газа за эту поездку вышел 10 литров на 100 километров в этих местах когда-то были деревни сейчас все поросло лесом приехал сюда по картам генштаба находил урочище и жилые деревни и ехал поездка была запланирована на две ночи но после первой ночевки случайно наступил на гвоздь пропало ногу и сначала было ничего потом нога стала опухать и мы решили уехать и мы решили уехать ну так-то хуже не ехать мягонько блять идет и все хуже единственное там хуевое место проскочить там где перекопали хуль проехать тут двустороннее движение то видишь еще там дорогу от полники только байкут непонятно ну да поснимай немножко что можно на следующий день нужно было вставить вторую прививку от коронавируса и передо мной стоял нелегкий выбор либо вставить прививку от столбника либо идти в прививку от короны если стоит прививка от столбника то от коронавируса можно привиться только через месяц туда забегая вперед скажу что я все таки сделал прививку от короны нога на следующий день более-менее так зашла встава полиция ну во время движения конечно испытывал большой дискомфорт можно даже сказать боль в левой ноге потому что нужно было часто выжимать педаль сцепления все выскочили я потрогал там прямо лопатой но когда тут был она мягкая туда проваливается то есть там можно утонуть с разгона либо проскочить либо проскочишь либо не проскочишь ну а тут если ударной лопаткой поработать можно было по-любому проскочить ну а вам куда спасти то а лопатка 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 и то сзади товар кремит не подумайте что это машина моя так нижечку выкрепляемся отсюда выкрепляемся